11.06 в Кирове начинается программа «Разворот со слушателями». Здесь студия Анна Лапшина и Светлана Занюков. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. «Разворот со слушателями» подразумевает, что мы принимаем ваши звонки 211-101, и вам будет-таки что нам сказать, потому что тема первого часа абсолютно всех касается. Это уборка дорог. Да, кировчане жалуются на заснеженные улицы или, наоборот, одобряют качество уборки дорог, которая вот этой зимой производится. Еще осень, конечно, но давайте будем называть сезон своим именем. Зима настала, вот она, за окном. И, собственно говоря, мы и принимаем тоже ваши звонки по телефону 211-101, либо с жалобами, либо, если вы уже заметили, что в этом году качество очистки дорог, потому что первый снегопад был, пусть он не сильный, но был, вас устраивает, или оно улучшилось, но вы рекомендуете что-то еще, пожалуйста, звоните. Мы будем брать все на карандаш, вернее, не мы, а наши гости. Наши гости. Алексей Ишутинов, заместитель руководителя дирекции дорожного хозяйства. Алексей Викторович, здравствуйте. Добрый день. И Екатерина Безгачева, начальник отдела содержания уличной дорожной сети, дирекции дорожного хозяйства. Тоже здравствуйте. Добрый день всем. Алексей Викторович, поясните, пожалуйста, что произошло вот на выходных, что это за масштабная проверка была на дорогах? На моей памяти это впервые, когда практически двое суток, то что в первый день точно там 13 часов буквально ходили службы городские, проверяли дороги. Что это за новое введение такое? Насколько вы считаете его полезным, оправданным, судя по первому опыту? Ну, во-первых, это было поручение главы администрации у нас сделать тотальный контроль подрядных организаций. Илья Шульгин поручил. Да. Совместно с департаментом городского хозяйства, с территориальными управлениями и с АТИ делали объезд уличной дорожной сети. То есть, вы знаете, это не секрет, у нас есть общий чат с подрядчиками, где выкладываются фотографии, замечания. Еще один чат. Вы вчера любовались чатом снегопада, Маш, как называется? Да, я хотела тоже спросить. Есть название какое-то уже в народе? У нас он называется просто «Содержание уличной дорожной сети». Понятно. Там зарегистрированы все заинтересованные лица, и все замечания также скидывались в этот чат. За субботу и воскресенье было отработано довольно-таки очень много замечаний, которые бы поступали и от территорий управления, и от департамента городского хозяйства. Свои замечания мы туда, конечно, не скидывали, мы сразу же доводили их до подрядных организаций, то есть те кураторы, которые у нас были задействованы на выходные. Ну, работа довольно-таки была напряженная, я думаю, она дала свои результаты. Я правильно понимаю, что в этот чат не могут обычные кировчане скидывать какие-то свои фотографии? То есть они сигналы в территорию управления направляют инспекторам, не знаю, дежурному по городу, еще кому-то, а он уже туда переправляет? Как это происходит? В чате у нас зарегистрированы только заинтересованные лица, это у нас подрядные организации и те структуры, которые отвечают за содержание. Обычно, необычно, все жители, они могут все свои замечания оставлять в нашей диспетчерской службе в 41-59-50. 41-59-50, это круглосуточный телефон? Да, она работает круглосуточно, там принимают заявки, доводят до подрядчиков. И если заявитель звонит второй-третий раз, может уточнить о исполнении том или ином замечания. Я вижу, Светлана записывает, я помню, Светлана, большие проблемы на улице молодой гвардии Горбачева. Ну вот, кстати говоря, эта улица была как раз в замечаниях, когда был первый отчет по вот этому рейду, как неприбранная улица. Надо сказать, что наш участок по-прежнему в том же состоянии, но это проблемный участок, о нем все знают. Не знаю, может быть, с Нового года что-то изменится с новым подрядчиком. После того, как вот эти рейды прошли, вы проанализировали работу, была ли собрана какая-то обратная связь, например, от теруправлений, они там сказали, классно, ребята, молодцы, отработали, мы видим, что есть эффект, или нет? Нет, с обратной связи с теруправлением мы пока такой опыт не использовали, не делали, но по результатам были выписаны, как и предписания, замечания, сделаны выводы по ежемесячной оценке работы подрядчиков. Троечку поставили подрядчикам за работу в этот снегопад? Ну, если брать полночную уличную дорожную сеть, еще раз повторюсь, он говорил, что с прежними частями, да, на троечку, с тротуарами гораздо похуже. Еще даже хуже. Посмотрите, какая история была у нас в предыдущие годы, не в этом году, еще раньше. Нас все время ругали, ругали подрядчиков, службы ругали, разносили, там, злой кировчанин написал, красивый Киров, мы эфиры давали и прочее, а потом бац, когда общая оценка отработки за зимний период выносилась, практически все получили пятерки неожиданно. В вашем случае будет так же? Похвалите в конце сезона? Или честно будете ставить колы? Нет, все будет честно, фактически выполненная работа и фактически выполненные оценки. Что значит эти оценки? Вот если серьезно, да, вот эта бальная система, это же не просто пожурить или поглазить по головке. Как задавали, что это значит, что поставили тройку? Что для подрядчика это? Вот если мы сейчас будем говорить о бальной системе, там на каждый бал определенные критерии, которые оценивают как куратор вместе с подрядчиком уличной дорожной сети. То есть если на, давайте так сразу разделю, бальная система делится и на зимнее, и на летнее снижение. Если мы говорим о оценке 5, то есть мы понимаем, что на уличной дорожной сети не должно быть ни наледи, ни накатов, ни калийности, ни снега, ни на осевой. То есть проезжая часть должна быть обработана и приметена, и наличие в приладковой части снежных валов не должно быть, они должны убираться, тем более по новому госту, в течение 12 часов. Но сразу же скажу, что той суммы, которая нам выделяется на вывоз снега, ее, конечно, недостаточно, и вывести весь снег с уличной дорожной сети в городе Кирова невозможно. Это Вы заранее знали, да, что этой суммы не хватит на вывоз снега. Решение какое по этому поводу было принято? Его где-то временно складировать или оставлять вал, но просто не такого размера? В любом случае мы будем временно складировать в приладковой части снег. По возможности будем вывозить. Приладковая часть, давайте поясним, что это такое. Это возле бордюров получается? Это часть бортового камня, да. Там, где возможно его скидывать или перекидываешь на короток, будет подрядчик выполнять данный вид работы. Вот в этом году Вы посмотрите, как отработает новая система, а мы еще не по всем прошлись параметрам, которые задали в этом году. Вот только про проверки сказали, да, и про жесткий достаточно там оценочный уровень. В следующем году, если мы говорим о вывозе снега и о том, что вот сейчас в бюджете недостаточно денег заложено на вывоз, будет как-то корректироваться, Вы думаете, вот эти суммы? Ну, с департаментом городского хозяйства мы работаем на этот вопрос, и мы уже задаем вопрос, что то количество, тот объем снежных масс, которые нужно вывозить с уличной дорожной сети, чтобы поддерживать, ну, хорошее нормативное состояние, его недостаточно. Сколько примерно надо? В два раза увеличить объем денежных средств? В три? Около в три-четыре раза. В три-четыре раза. Вернемся к бальной системе, которую Вы уже начали нам пояснять. Вот пятерку мы поняли, единицу тоже представляем себе совсем из рук вон плохо, но что это значит для подрядчиков, эти баллы, которые Вы им выставляете? Это как-то скажется на оплате их работы? Город денег на этом сэкономит, грубо говоря, или нет? Да. От балла выставляется средняя оценка балл, и по этой оценке уже идет оплата. Оплата той работы, которую произвел подрядчик. В зависимости от балла идет процент снижения. Но, опять же, повторюсь, в новом контракте, помимо балльной системы, там предусматриваться еще и выставление оценки за количество ДТП. То есть подрядчик будет обязан брать справку с ГИБДД о количестве ДТП. Через формулу высчитывается также процент снижения. И в итоге получается тот процент снижения, который будет снижаться в оплату. То есть подрядчик получит за выполненную работу не 100% оплаты. С какой даты начинает действовать новый контракт на содержание дорог? Напомните, пожалуйста. Сегодня с 12 часов ночи. Ага, вот сегодня с полуночи у нас уже получается все по-новому. Действует, да, новый контракт. ДТП связано именно с некачественной уборкой улиц? ДТП связано, да, с опционно-техническим состоянием в прежней части. А это все фиксируется как-то? В ГИБДД фиксируется. И это тоже нововведение? Да. Это понятно. Кроме этого, я знаю, что господин Ященко, заместитель сети менеджера, потребовал, чтобы изменилась система использования реагентов. Он сказал, что вот эта вся каша, которая образуется в результате посыпки реагентов, она стирает напрочь все впечатление от уборки улиц. Поясню, было сказано, что для того, чтобы реагент взаимодействовал со снегом, должно пройти 2 часа. Это делается утром, реагент разбрасывается, а потом уже движение начинается. Лежат эти вот там до слои каши, его только вечером могут прибрать, вот этот слой убрать. Насколько это реально сейчас организовать? Потому что это полная перестройка, получается, работы с реагентами. Поговорим об этом после короткого перерыва. Итак, как в этом году, в этом сезоне зимним прибираются и будут убраться кировские улицы от снега, наледи, грязи, каши, которые остаются после взаимодействия снега с реагентами, мы говорим сегодня с нашими гостями, Алексеем Ишутиновым, заместителем руководителя дирекции дорожного хозяйства, и Екатериной Безгачевой, начальником отдела содержания уличной дорожной сети, спасибо, дирекции дорожного хозяйства. Вот мы задали вопрос до перерыва, потому что Ященко сказал, что надо, ребята, пересмотреть систему работы с реагентами, поскольку старая система, когда утром реагент разбрасывается, взаимодействует со снегом, образуется каша, каша только к вечеру может быть прибрана, эта система неправильна. И, кажется, в этих словах есть логика, потому что, ну да, действительно, мы же хотим по чистым тротуарам ходить прежде всего, да, а тут, получается, целый день вот эту кашу месим. Ну, как же на себе это испытал? А как можно? Вечером разбросать. Вечером? Да, ночью там она, эта кашка образовалась, утром убрать. Я не знаю, как. Давайте я сразу вас поправлю, не то чтобы старая система, противогололедный материал, его распределяют перед снегопадом. То есть, если мы по метеосводке видим, что у нас надвигается снегопад, подрядчики, доводим до подрядчиков, да и подрядчики сами это видят, они распределяют противогололедный материал, реагент, до снегопада. При выпадении снегопада, реагент начинает действовать, снег налить, превращается в кашу, да, правильно вы говорите, в течение двух часов, как правило, это действует, может где-то раньше, зависит от погодных условий и интенсивности движения на тех или иных улицах. И после этого патруль, он ее прометает. То есть, это было и в этом году, это будет и в том году. А снегопад может в любое время суток случиться. Да, также мы понимаем, что после, в течение снегопада мы не подсыпаем противогололедный материал, как правило, мы дежурно сметаем тот снег, который выполнился на дорожной сети. Если где-то образовываться налить, да, на опасных спусках подъемов, там проходит КДМ и распределяют под ДМ. Ну, подсыпка идет, да? Подсыпка идет, да. Что такое КДМ? Комплексная дорожная машина. Раз мы заговорили с вами о реагентах, ну, вот подождите, надо говорить все-таки, а то нас слушатели за это пожурят, скажут, ну, вот вы задали вопрос по поводу этой каши, а все-таки мы хотим услышать, что Алексей Ишутинов скажет, не будет каши в этом году. Все будет честно. Будет или не будет, давайте посмотрим. Там в первый месяц уже будет какой-то результат, посмотрим, как подрядчики будут справляться. Ну, да, я могу сказать, что в некоторых случаях не успевали ходить, проходить тот технологический момент, когда проходит два часа и должна пройти колонна. Такое, да, есть каша, есть на дорогах. А тротуары? Здесь что больше страдает, все-таки дорожная часть или тротуары? Тротуары у нас идут с опозданием от дорожной части примерно на полутора-двое суток. То есть, чтобы прибрать все тротуары в городе, у подрядчиков уходит по статистике двое суток. То есть, проезжая часть в приоритете? Проезжая часть просто она технологически быстрее. Быстрее получается. Про реагенты мы хотели поговорить. И вот в этом году заявлено, что достаточное количество закуплено реагента Бионорт, достаточное для того, чтобы практически весь город засыпать не песком, а именно им. И только на окраинах города песко-соляная смесь будет использоваться. Действительно ли это так? Значит, по реагентам, могу пояснить, в старом существующем еще контракте, который действует сегодня до 12 часов. До полуночи, до сегодняшней. У нас было закуплено Бионорт, быстро растворимая гранула, и заготовлена песко-соляная смесь. Она уже куплена, не выбрасывать теперь. Нет, нет. Не так. Хорошо. Мы принимаем по факту выполнения. То есть, если мы говорим о содержании сегодня 12 часов, то есть до 12 часов они у нас еще по старым контрактам. Какие-то улицы содержат песко-соляная смесь, но с начала полуночи уже новый подрядчик использует реагенты, которые не содержат фракционных материалов, то есть песка. Полностью от песко-солянки не уйти. Но центр города Бионортом будет испаривать? Центр будет обрабатываться противогололедным материалом, не содержащего фрикционного материала, то есть песок. Слушайте, скажите честно, вот этот материал противогололедный, который Бионорт, он для обуви опасен или нет? Потому что я помню, как в Москве начали посыпать впервые реагентами массово, и мои знакомые, которые там живут, они отчаянно жаловались на то, что сапоги зиму проносил, приходится выбрасывать. Не знаю, как он действует на обувь, но то, что материал прошел государственную экологическую экспертизу, точно. То есть вдыхать в его поры, по крайней мере, безопасно. Еще один момент, который озвучился на оперативках городской администрации. Особое внимание в этот раз руководители нашего города просили уделить второстепенным улицам. Это тоже всегда была такая большая проблема, потому что в прошлые годы, как не спросишь, каждый раз говорили, нам важно очистить магистрали. Нам важно очистить магистрали, потому что поток машин и прочее. И, конечно, жаловались, что на второстепенных улицах не разъехаться. Там и пробки образовывались. Раз. И второе, конечно же, опять же, тротуарная сеть. Но сейчас я не про тротуарную, а про именно второстепенные улицы. Может быть, нам Екатерина пояснит. Екатерина Безгачева. Ну, что касается второстепенных улиц, они только называются второстепенные. На самом деле, они тоже играют большую роль в уличной дорожной сети. Но при очистке этими же КДМ и другой специальной техникой у подрядчика очень часто возникает проблема, когда неправильно припаркованы автомобили. То есть буквально в эти выходные наш один из подрядчиков скинул фотографию о невозможности проезда. Улица была Героя Костина, и там по обе стороны, несмотря на запрещающие знаки, остановка и стоянка запрещена, стояли машины. И то есть вот этот отвал, который непосредственно впереди машины находится, и убирает вот эту кашу, он просто туда не пролез. То есть бывает такое, что, причем очень часто и от подрядчиков мы получаем письма, что в связи с невозможностью проезда мы не можем осуществить уборку на каких-то таких-то участках. То есть вот хотелось бы, чтобы жители нашего города следовали этим знаком и понимали тоже нас, потому что в ночное время, когда основная часть вот этих работ идет, уборка этой снега и наледи, это очень неудобно, и это очень осложняет работу. Екатерина, у меня к вам, смотрите, будет какой вопрос. Ну мы все понимаем, да, что у нас есть определенные проблемы с парковкой, в том числе Героя Костина, это, я так понимаю, новый микрорайон, Солнечный берег, да. В этих районах много машин, я там в чистых прудах ездила, по дворам тяжело, правда, проехать. Мы понимаем, что машины, которые есть, они не испарятся, да, на какое-то время. Но планируете ли вы вот на момент очистки, если это не экстренная ситуация, небольшой массированный такой вот снегопад, да, если это штатная уборка, на время уборки какого-то участка планируете ли вы выставлять какие-то знаки, аншлаги, что здесь с такого-то по такой-то час будет вестись уборка снега? Пожалуйста, переставьте машины на это время. Да, потому что, смотрите, хорошо, когда есть знаки, регулирующие стоянку автомобиля по дням. Но у нас масса второстепенных улиц, где нет вообще никакого регулирования. Вот моя улица точно такая, да, там вообще нет никакого регулирования, и поэтому ставят, как хотят. Вот, у нас, у подрядчиков есть такая возможность, есть вот эти вот на стойках знаки предстоящие уборки, и они их выставляют, но люди не реагируют. То есть даже мастера сами ходят, пытаются, ну, машина как-то подвигнуть, там, сигнализацию, чтобы заработал, чтобы люди убрали, потому что, ну, там пять машин уберет, две-три останется, машина все равно проехать не может. А поясните нам технологию, за какое время, да, вот за сколько часов выставляют аншлаги, чтобы машины просто успели разъехаться? Давайте я чуть-чуть добавлю, Екатерина Вячеславовна, значит, знаки у нас выставляются, как правило, за сутки, не за сутки, вру, часов за 12. За 12 часов я сразу поправлю, что знаки выставляются на тех участках, где планируется вывоз снежных масс. То есть при каждодневной работе, при прохождении, патрульном прохождении уличных дорожных сетей, знаки, конечно, не выставляются, потому что вы понимаете, что колонна идет, она проходит маршрут, там, несколько десятков улиц, соответственно, знаки временно мы не сможем... Ну, вы не будете бегать за машинами с этими раскладушками, да, условно говоря, там выставляются. Конечно, знаки выставляются только тогда, когда адресно, локально мы вывозим с них. Ну, смотрите, какая история получается. Это действительно очень важно. Во-первых, тоже из нашего опыта, нам подрядчики очень часто говорили, что не хватает знаков. Ну, их просто нет в наличии, они очень дорогие, я вам серьезно говорю, не хватает знаков. Это первое. А второе, вывоз снежных масс хорошо, но вот с такими улицами, как наша, где нет регулирования парковки по обочинам, где подрядчик очень плохой, то есть всегда мы говорим, там, плохой подрядчик, скоро мы его поменяем, но тем не менее, у нас не вывозился снег ни прошлой зимой, ни песок этим летом, и вот сейчас та же самая история там на «Молодой гвардии», от «Ленина до свободы» существует. Я подозреваю, что немало таких на самом деле отрезков и улиц. В прошлом году пришлось решать эту ситуацию через администрацию всем миром, и когда подключили ТСЖ, когда подключили там управляшки, которые там были, и просто элементарно расклеили объявления и убрали машины на одну ночь или на выходной день, потому что подрядчики нам говорили, мы ночью не убираем, выходные не убираем. Вот так вот говорили, прямо расклеили объявления, все-все убрали, никаких проблем, и почистили. Вот эти моменты, мне кажется, тоже нужно учитывать, как вы думаете? Ну, в принципе, да, такие моменты нужно учитывать. Единственное, что это получается затрата больших временных ресурсов со стороны подрядчика, то есть если бы... Даже не знаю. Но с другой стороны, смотрите, ведь подрядчик, который выезжает на улицу, очищенную от машин, и может вот так вот, ну, насквозь просто ехать и работать ни на что, не отвлекаясь, там, не боясь зацепить какую-то дорогую машину, еще что-то, он же быстрее свою работу сделает. Вот он же тоже это должен понимать, да, что он там потратит на очистку участка не два часа и не три часа, а за полчаса может все выгрести, потом быстро погрузить и вывезти. Да, я думаю, стоит поднять эту тему на наших еженедельных оперативках все-таки как-то проработать этот момент. Запишем. Ну вот смотрите, я просто... Это хорошая история, да? Я по прошлому году просто сужу, вот у меня там район перед пересечением милицейской Дериндяево, у нас там есть парковки, которые во дворе, специальные парковочные карманы, но тем не менее достаточно много машин стоит вдоль милицейской. И вот я не помню ни разу в прошлом году, чтобы там выставлялись какие-то вот эти вот аншлаги, раскладушки. Хотя адрес, например, что вот сегодня ночью мы будем убирать улицу Милицейскую на участке Дериндяева до Карла Маркса, вот это вот объявление. Я на сайте администрации видела. Потому что ты журналист и видишь на сайте администрации. Да, но большинство водителей на сайт администрации не заходят. Конечно. К сожалению. Вот здесь плотная работа на самом деле с ТСЖ и управляющими компаниями. Мне кажется, в этом году нужно обратить на это внимание. Прямо просьба такая большая. Спасибо, что берете на карандаш, потому что главы теруправления, по крайней мере у нас в теруправлении точно Вячеслав Николаевич Симаков узнает всех, кто на каких улицах центр сбора информации. В прошлом году нам удалось организовать. Я думаю, что если просто элементарно в график это поставить, эти участки не слишком большие улицы. Прямо в график поставить, в известность поставить. Люди сами расклеивают объявления. Мы вот сами расклеивали, их развешивали, потому что были очень заинтересованы. Но в конце концов с нашей стороны я могу вам сказать, что если вы будете оперативно нам сообщать о том, какие улицы сегодня ночью планируется убирать, то мы с радостью это, наверное, в новости возьмем и озвучим. По крайней мере, хотя бы часть автомобилистов мы предупредим. Точно. У нас был такой эксперимент с общественными слушаниями. Поверьте, когда радио говорит много о общественных слушаниях, люди ходят. Здесь то же самое. То есть мы готовы подключиться, брать это в новости, посмотреть, как это будет отрабатывать с людьми. Прервимся сейчас на полторы минуты. У нас реклама и продолжим наш разговор о зимней очистке улиц. Алексей Ишутинов, заместитель руководителя дирекции дорожного хозяйства. У нас в гостях Екатерина Безгачева, начальник отдела содержания уличной дорожной сети дирекции дорожного хозяйства. Мы говорим о зимней уборке улиц и мы добрались до тротуаров. Уже сказал Алексей Викторович, что уборка тротуаров у нас отстает от уборки дорог на полутора-двое суток. Где-то так, примерно. Это вообще такая штатная история каждый день такой? Или это вот только в момент таких массированных снегопадов это происходит? Нет, конечно. Отставание. После того, как заканчивается снегопад, подрядным организациям по старому муниципальному контракту требовалось от полутора до двух суток. Чтобы развести все. И может двое-двое с половиной суток. И связано это? Конечно, с нехваткой техники. Нехватка техники у подрядчиков. Вот этой маленькой техники, которая способна убирать тротуары. Тут подрядчик ГДМС заявляет, что планирует закупить восемь новых машин, которые будут использоваться для рассыпки противогололедных материалов и вывоза снега. Это, я так понимаю, большие такие машины. Ну вот, насколько точной информации я сейчас не могу сказать, но до меня доводили ту информацию, что ГДМС, да, планирует закупать технику, планирует закупать технику и большую, то есть комплексная дорожная машина, которая будет распределять и грести, то есть плужно-сщеточную технику. Это для проезжей части, которая используется? Это для проезжей части, да, и несколько единиц для уборки тротуаров. Какую именно технику они покупают, я вам сейчас не могу сказать. Тут можно ГДМС позвать, узнать, какие у них планы. У нас подрядчики, давайте напомним, они сейчас имеют договоры на один или два года? На 20 месяцев? На 20 месяцев, полтора года. На полтора года, то есть, собственно говоря, добивались того, чтобы подрядчик получал контракт на более длительный период, чтобы они могли рассчитывать свои расходы и доходы, и вот как раз... И чтобы они понимали, что весь песок, который они высыпают на улицу зимой, весной, им же придется вывозить. И это тоже, но в том числе и для того, чтобы могли рассчитывать и на закуп техники, потому что, когда короткий контракт, непонятно, ты получишь в следующем году или не получишь, закупать тебе или не закупать, и оправдает это вложение или не оправдает. Но ГТМС надо будет действительно пригласить вместе со вторым подрядчиком и узнать об их планах. А у меня вот какой вопрос. Смотрите, я так понимаю, что ГТМС, это основной, скажем так, подрядчик, это победитель конкурса на содержание дорожной сети. Наверняка ведь они будут для каких-то улиц нанимать субподрядчиков. Известно ли, каким образом они будут их контролировать? То есть это будут те же компании, которые и сейчас работают, или там будут какие-то новички? И как будут смотреть на качество их работы? И как будут реагировать, главное? Ну то есть если вот какой-то субподрядчик не справляется, ГТМС это видит, или вы это видите? И постоянно говорите им, у тебя здесь плохо, меняй подрядчик. Давайте так вот. Для нас, как для заказчика, у нас один. ГТМС, да. Один генподрядчик, это ГТМС. Сколько субподрядных организаций он возьмет или взял? Нам, конечно, в принципе, не то, что интересно, мы будем об этом знать. Это предусматривает муниципальный контракт о доведении информации от субподрядных организаций для заказчика. Контроль качества, в первую очередь, будем следить, конечно, контроль качества, это всегда за нами. И спрашивать мы будем с генподрядчика, а он уже будет транслировать на своих субподрядчиках. То есть это его дело и его решение, каким образом он будет бороться с теми, кто, может быть, не будет справляться. То есть ваша задача предъявить претензии и добиться, чтобы все было очищено. Все верно. Мы предъявляем претензии только генподрядной организации. В данном случае от ГТМС. Екатерина, вопрос такой. Возвращаясь просто к тем подрядчикам, которые плохо, из года в год прибирали улицы. И они названы, и они, правда, меняют название иногда. Как управляющие компании. И снова выходят на рынок. Да. Нам хочется понять просто, есть какой-то механизм, чтобы отсеять таких недобросовестных подрядчиков, чтобы они вообще в конкурсах не могли участвовать? Ну, в принципе, все вот эти процедуры заключения муниципальных контрактов, они проводятся всегда через аукцион. И на аукционе не видно, как называется организация, просто видно то, какой наделать шаг и как снижать цену. Какую сумму предлагает. Да. То есть, это от этого зависит. А то, что это недобросовестный подрядчик, насколько я знаю, по другим нашим муниципальным контрактам, были подрядчики, которые не исполняли предписания неоднократно, и их заносили уже в черный список. что такого подрядчика лучше не брать. А как не брать-то, если вы говорите, что через аукцион все? Вот мы из года в год еще раз страдаем от этого подрядчика. И зимой, и летом. И он все время чего-нибудь выигрывает. Неужели нет законных механизмов отстранить таких недобросовестных предпринимателей от деятельности в городе? Ну, мы все понимаем, что аукцион у нас проходит в рамках 44-го федерального закона. Преслаутова. И чтобы занести подрядчик в черный список, ему нужно полностью не выполнять муниципальный контракт. То есть очень сильно... Он вообще не должен прибираться, да? А вообще он не будет прибираться, если люди будут писать постоянные жалобы, или если вы будете следить за этим, за этой работой? Нет, в любом случае контроль с нашей стороны. Контроль с вашей стороны. Хорошо. У нас остается 6 минут до завершения эфира, и как раз небольшой кусочек мы оставили для того, чтобы посвятить его ямочному ремонту зимнему, внимание слушателей. Потому что мы любим очень эти истории, когда асфальт укладывается в снег, и всегда задаются вопросы, как же так? Мы, хотя, из года в год рассказываем о том, что есть технологии определенные. До определенной температуры. До определенной температуры. Но будет не вредно рассказать еще раз, потому что это всегда забывается, и все равно, когда зима, у людей эти вопросы возникают, поскольку кругом снег, а из ямы пар поднимается от свежего асфальта. Ну, я вот смотрю прямо за головок, он выглядит, конечно, ну, очень так странно. Начался зимний ремонт дорог. Верно. Поясните, пожалуйста, что за технологии, много ли улиц, большой ли объем работ предстоит выполнить? И при какой температуре работы прекращаются? Ну, давайте с того, что у нас сейчас разыгрываются муниципальные контракты по ремонту аварийных выбоев, общим объемом в денежном эквиваленте около 15 миллионов. Мы планируем отыграть и выполнить работу до конца года. То есть это большие вот эти ямы, которые на дорогах снегом никак не укатать? Да. Все верно. Технология работы литой асфальтобетонной смеси, она позволяет вести ремонты до минус 10 градусов. Допускается укладка на увлажненное, но чистое основание. То есть это будет сначала очищать до асфальта? То есть технология простая. Сначала подрядная организация, которая содержит участок, прибирает. Подрядная организация, которая задействована на ремонте в уличной наружной сети, она сначала фрезерует. Тот участок, который идет под ремонт, очищает его от грязи и укладывает литой асфальтобетон. До минус 10 градусов. Да, допускается до минус 10 градусов. А вы как-то сейчас можете сказать, какое количество вот этих вот аварийных выбоин, аварийных участков у нас в городе есть? Хотя бы не, ну понятно, там недоточных цифр, но порядок цифр, там десятки, сотни этих ям, сколько их? Ну, на самом деле, и по обращениям многочисленным граждан, и вот в соцсетях, соответственно, и у нас приходят предписания от ГАИ, то есть они тоже осуществляют контроль за уличной дорожной сетью. у нас составлен список, есть приоритетные улицы и конкретно участки, на которых выбоины просто уже, ну, никакие рамки не входят, и поэтому мы их в первую очередь делаем. Участков, на самом деле, очень много, вот у меня две страницы этих, как раз, этот список. А я вижу, там у вас циферки написаны, можете последнюю называть циферку? Сколько штук? Да. 71. 71 яма. Ну, нет, это не яма, это участки. 71 участок, понятно. То есть ям там еще может быть больше? Конечно, ям гораздо больше, ну, конечно, нет гарантии того, что все эти участки будут проработаны, но мы работаем с этими участками в порядке приоритетности, то есть они у нас выделены, подрядчик о них в курсе, и он нам предоставляет графики, по которым мы подготавливаем проезжую часть, и непосредственно ремонт стараемся провести максимальное количество участков. Так, и вот эта вот залитая и утрамбованная ямка, она долго проживет? То есть она до весны проживет, или есть шанс, что она еще и лето потерпит? Максимально мы даем, не даем, а спрашиваем с подрядчиков гарантийные обязательства полгода. Полгода, то есть... Это стандарт для зимнего, да, для зимнего ямочного ремонта? Вообще, в части содержания по ямочному ремонту гарантийных обязательств нет. То есть если мы возьмем 402-й приказ, возьмем приказ Минтранса на содержание ямочного ремонта, карантийных обязательств, весь ямочный ремонт, он идет как часть содержания, то есть обеспечения безаварийного проезда. А вот вы говорите, вот вы говорите, Катерина, что в порядке приоритетности, да, а как эта приоритетность устанавливается? Ну вот, то есть у нас были, например, жалобы на улицу Упита, это жалобы были отовсюду, и с администрацией тоже нам постоянно напоминали на оперативках. Там страшно, я там ездила недавно, да. Вот, от жителей вот в соцсетях и от предписаний ГАИ, то есть, например, вот улицу Упита мы делали в первую очередь, то есть на данный момент она уже, ямочный ремонт выполнен, также были замечания большие по улице поворот с производственной на коммунальную улицу, там такая была огромная яма, тоже очень много А движение там интенсивное и скорость большая. Да, и там очень много больших грузов, которые потом пишут, что у нас вот из-за этих ям и машины портятся, и товары, как бы все взаимосвязано, вот, и мы поэтому как бы вот в таких вот и за жалоб, в принципе, и смотрим интенсивность движения, то есть, если там есть автобусные маршруты или просто загруженные участки, тоже, чтобы не создавать эти пробки, тоже эти участки включаем в первую очередь. Крупные улицы в первую очередь с интенсивным движением, дальше смотрите уже в порядке приоритета, где, например, там больше движения, где меньше движения и прочее. Жалобы сообщений. Давайте так, в первую очередь это улицы с общественным транспортом и социально важными объектами. Вторая часть это у нас идет интенсивность, то есть, может быть, улица быть интенсивной, с трафиком, движением, но без общественного транспорта. Все понятно, спасибо большое за то, что разъяснили нам, как будут содержаться наши улицы этой зимой. Мы, конечно, будем делать в нашем эфире такие срезы, вместе с вами обсуждать, как справляется с новой системой уборки наши подрядчики. Напоминаю, что этой ночью в 12 часов новые правила очистки улиц действуют. Новый контракт начинает действовать на 20 месяцев. Новые требования. Совершенно верно. Благодарим наших гостей Алексея Ишутинова, заместителя руководителя дирекции дорожного хозяйства и Екатерину Безгачеву, начальника отдела содержания уличной дорожной сети дирекции дорожного хозяйства. Могу только пожелать, чтобы скорее-скорее программа «Безопасные качественные дороги» сделала бы нам дороги, чтобы деньги на ямочный ремонт Можно было направить куда-то, да, на больницу. Еще на полезные какие-то вещи. Прервемся на новости тематические программы и рекламы, и мы с Анной вернемся в начале следующего часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова